Закрыть радио Азатык, так по-кыргызски звучит «Радио Свобода», пытался каждый президент. Каждый раз это случалось незадолго до очередной революции. После смены власти независимые СМИ не трогали до тех пор, пока в стране вновь не начинали закручивать гайки. Во времена правления всех президентов Азатык бесстрашно и четко высказывал свою позицию. Когда мы не могли донести важную информацию до общественности через государственные каналы, мы это делали через Азатык. Зачем ограничивать работу радио, которое доносят до граждан правду? Зачем нам такой законопроект? Надо пояснить, что помимо радиопередач, Кыргызское бюро свободы выпускает и телевизионный продукт. Это журналистские расследования, политические ток-шоу и новости. Из-за материалов, которые готовили журналиста Азатыка, не раз в отставку ходили крупные чиновники. Закрыть неудобный ресурс на этот раз пытаются депутаты. Поправки, которые предложили законодатели, запрещают иностранцам владеть СМИ. При этом их участие в капитале не должно превышать 20%. Речь идет конкретно об Азатыке, потому что, когда на комитете обсуждалась эта тема, было названо именно Азатык. У нас в Кыргызстане действует очень много иностранных СМИ, которых этот законопроект не будет никак касаться, поскольку они зарегистрированы здесь как иностранные представительства. Мы считаем, что Азатык не нравится отдельным депутатам, и они его инициируют. Очень большая поддержка со стороны общества. В сети в это время начался сбор подписей за отклонение законопроекта. В день, когда документ рассматривался, перед парламентом проходил митинг. И здесь, под окнами депутатов и внутри здания, вспоминали тем, кто у власти Азатык не нужен. Ровно до тех пор, пока политик сам не окажется в изгнании или в оппозиции. После того, как сбежал первый президент Аскар Акаев, он позвонил из Москвы в Азатык и сам упрашивал СМИ, которые он же закрыл, взять у него интервью. Говорил, что никто не хочет его снимать. С Бакиевым было то же самое. Он жаловался, что госканалы не хотят брать у него интервью. Он упрашивал Азатык донести его мнение до народа. Своих коллег, что написали поправки к закону о СМИ, молодой депутат не очень понимает. Объяснить, что это за документ, сами авторы так и не смогли. Авторы закона сами не очень хорошо понимают, что за закон они написали. Они просто переписали его с российского. Четыре депутата. У каждого из них спросите. Никто из них не сможет объяснить содержание документа. И действительно, чем мешают СМИ с иностранным финансированием, авторы объяснить не могут. И все как один, почему-то вспоминают Ак-Тюбе, ИГИЛ или Ливию. А безопасность как угрожает? Говорят про экстремизм, про религиозный экстремизм. А при чем тут эти СМИ? Чтобы они правильно информировали людей. Поэтому, чтобы государство тоже контролировало. А они неправильно информируют? Ну, в некоторых местах неправильно. Ну, по экстремизму, например. Ну, вот вы меня убедите, что этот законопроект нужен. Мне очень интересно. Вот вы меня убедите, я с вами соглашусь. Почему? Зачем этот законопроект? Я не понимаю. Нужен. И Тилаев, и другие авторы уверяют. Писали сами. У российских коллег не подгадывали. А кто придумал этот закон вообще? Вы сами или кто-то еще? Это инициатор. Это российских переписали. Да ничего не переписываю я. Зачем такой вопрос задают? Что переписал? Я похож на тот человек, который переписывает много? Я не переписываю. Я закон. Этот закон давно-давно болтается. О том, как болтается закон о СМИ, как раз перед его рассмотрением, возможно, рассказывал коллегам еще один автор поправок. Однако до выступления за трибуной дело не дошло. Очень неожиданно рассмотрение документа перенесли на неделю. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.